29 апреля в Алтайском крае откроется новый туристический сезон. Накануне его официального открытия мы решили поговорить о состоянии, проблемах и перспективах развития туризма в нашем регионе. Эта отрасль считается в крае приоритетной, одной из основных, поэтому внимание к туризму и туристам особое. Это программа «Ваша партия» и я, ее ведущий Артем Кудинов. А в нашем сегодняшнем разговоре участвует директор Алтай-турцентра Татьяна Сажаева, руководитель Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина и директор туроператорской компании «Плот» Александр Смирнов. Господа, рад вас видеть в нашей студии накануне такого знаменательного для нашего туристического региона события. Ну и всем, наверное, вопрос с вашей точки зрения, чем вот этот новый наступающий туристический сезон отличается от предыдущих и сказывается или скажутся на его особенностях? Вот природные катаклизмы, которые, так сказать, испытал совсем недавно наш край, ну и какие-то внешнеполитические факторы, от которых вся страна в целом, Алтайский край, в частности, зависит. Татьяна, пожалуйста. Ну, вы знаете, наверное, что туризм так же, как и сельское хозяйство, очень-очень зависит от погоды. Поэтому главное ожидание, наверное, в первую очередь с тем, что катаклизмов уже не будет и то, что… Ну, свою норму выбрали, да, в этой весной. И то, что, конечно, сезон будет жаркий, особенно для наших пляжных районов, это очень важно. И если оценивать перспективы сезона, в первую очередь, конечно, они зависят от погоды, но от этого можно уходить. Я имею в виду, что сейчас, может быть, и специфика этого сезона будет в том, что предприниматели, понимая зависимость от протяженности сезона, от погоды, многое делают для того, чтобы уйти от этой сезонности. И мне кажется, этот сезон должен быть прорывным в плане новых событий, которые случатся в любую погоду, новых анимационных программ, которые тоже возможны, как уход от дождливой погоды. То есть многое можно сделать. Мы еще отдельно поговорим о событийном туризме, о той программе, так сказать, которая предстоит, так сказать, в туристическом сезоне наступившем. Елена, к вам вопрос. Вы руководитель отраслевой общественной организации нашего туристического бизнеса. Ну вот о природных катаклизмах Татьяна сказала. Вот то, что касается внешнеполитических и экономических факторов. Ну всем известно, что у нас происходит с долларом и с евро, да, и внешнеполитические какие-то особенности. Вот как-то это накладывает отпечаток на туризм здесь региональный? Ну, безусловно, накладывает. Но в нашем случае это только нам в плюс, потому что есть такая даже интересная статистика, что увеличение доллара на 1 рубль уже оставляет, скажем, внутри страны более 100 тысяч россиян, которые уже рассматривают для себя курорты российские, в том числе алтайские. Ваши слова, можно сказать, знаете, как болит 66, это даже хорошо, что нам сегодня плохо, да? Так можно перефразировать в вашу позицию. Извините, я вас перебил. Да, да, да. Конечно, там, допустим, тем, кто заранее побеспокоился в модухе, наверное, на сегодняшний день уже ничего не угрожает. А те, кто только озаботился, там, еще думает, конечно, они смотрят, да, вот на то, что там происходит сейчас, ну, в частности, с ростом валют. Вот многие из них начинают переориентироваться на другие направления. То есть для внутреннего туризма это неплохо. То есть это дополнительный стимул какой-то для роста турпотока вот на внутренних направлениях, наверное? Да, конечно. Ты так понимаешь? Александр, ваши оценки, ваше мнение вот по поводу всех коллизий, которые... Ну, нас уже ничем не испугаешь. Вы, как бы, сходя думать, никакими катаклизмами, ни наводнениями, ни курсовыми колебаниями какими-то, пожалуйста. Ну, конечно, сдерживающий фактор есть для иностранцев, особенно, когда вот такие события происходят, когда внешнеполитические события, прежде всего, непростые, то количество европейцев, как правило, уменьшается. Европейцев, вы имеете граждан европейских стран, да? Граждан европейских стран, да. Но, с другой стороны, ослабление рубля, наоборот, их стимулирует поехать к нам, потому что выгоднее. Отдых становится дешевле просто. Елена, пожалуйста, что-то хотели добавить? Елена, к вам вопрос. Вот, все-таки, во многом, так сказать, качество туристического сезона зависит от готовности туристической инфраструктуры и туристических компаний, операторов, туроператоров, агентств работать к работе. Как вот наш туристический бизнес готов к нынешнему сезону? Причем, какими достижениями, как раньше говорили, он пришел, так сказать, к турсезону? Ну, на самом деле, сейчас самое такое активное время для турагентов, да, то для туроператорских компаний, которые как раз-таки, ну, туроператоры как раз комплектуют свои туры, агенты изучают эти туры, ездят по разным рекламным турам, осматривают базы, осматривают маршруты. Поэтому для нас это вот преддверие летнего сезона, конечно, это такой период максимальных передвижений. Вот на прошлые выходные мы выезжали в район, там, Манжерока. Следующие вот выходные перед праздником, да, это представители ассоциаций разных агентских компаний. В следующие выходные у нас как раз вот в преддверии праздника у нас запланирован рекламный тур в Белокурьху, где мы будем осматривать несколько объектов и потом уже переезжать в сам район проведения праздника. Поэтому для нас такое очень активное время сейчас. Татьяна, а вы-то как оцениваете? Вы уже не совсем бизнес или совсем не бизнес уже? Больше, наверное, государственная структура, но тем не менее, как со стороны, так сказать, оцениваете готовность всей инфраструктуры туристического бизнеса самих, так сказать, туроператоров? Ну, здесь, Артем, наверное, все-таки скорее не государственная структура, а нейтральная информационная площадка. Я не точно выразился, извиняюсь. Не тревожьтесь. Значит, если говорить об готовности объектов размещения, понятно, что даже если это сезонная какая-то гостиница турбаза, то для нее май месяц это уже не процесс подготовки. Это уже процесс полной готовности, потому что как раз майские выходные, традиционно это первый тест-драйв к летнему сезону. И к этому моменту многие уже готовы и запускают что-то новое в инфраструктуре. Например, строятся и достраивались всю зиму конференц-залы, и вот на Алтай-Пелос уже запускается новый объект. Алтай-Пелос это игорная, сибирская монета, игорная зона. Соответственно, появляется новая точка притяжения на Алтай-Пелос не только концертно-развлекательные программы, а все помнят, в прошлом году это был целый Алтай-Пелос-фест, куда приезжали очень много известных актеров и исполнителей, куда, ну как на точку притяжения приезжало очень много туристов, как просто на концерт. На концерт и поиграть. И поиграть. Приятное с полезным. Ну и все-таки концерт в окружении города. А тут симпозиум, а после симпозиума, пожалуйте, сурлетку. Ну вы знаете, куда вас мысли далеко заводят. Я пока просто говорю о том, что появляется у Алтай-Пелос еще одна точка притяжения, деловой туризм. Соответственно, хороший конференц-зал привлечет туда и делового туриста в том числе. И май это уже не процесс, когда они запускаются или тестируют что-то. Это готовность и, соответственно, показать все в полный рост. Вот как раз Алтайская региональная ассоциация туризма буквально через несколько дней будет в конференц-зале Алтай-Пелос провозить серьезное очень мероприятие. Это встреча B2B, то есть бизнес с бизнесом, алтайские туроператоры с татарскими туроператорами. А, ну у нас с ними сейчас, по-моему, как раз завязываются очень такие хорошие отношения. Да, здесь и сложилась ситуация очень. И начальник туристический, по-моему, приезжал совсем недавно. В том, что становится рейс Казань-Барнаул, и, соответственно, наши регионы становятся ближе по транспортной доступности. И прямой интерес у бизнеса взаимодействовать, конечно, есть. И в этот момент Алтай-Пелос уже готов принять. Он не бедный, прямо скажем, туристы. Нам такие туристы вообще нужны, у которых есть денежки. Конечно. Если говорить о готовности, допустим, событийных площадок, то календари программ, допустим, Яровое, Алтай-Пелос, Бирюзовая Катуни, они сформированы давно. И сейчас уже майские праздники – это период, когда идет не просто тест-драйв, а уже полная работа. Вот я благодарна, что в эту студию вы пригласили тех людей, которые не только в моменте оценивают развитие туризма, но еще могут посмотреть ретроспективу. Ну, 10-20 лет назад у нас туристский сезон начинался, с уверенностью скажу, в июле. Первые числа июля. Сейчас на майские праздники попробуйте забронировать что-то в предгорной зоне. Но это невозможно. Ну, это так, это так. Поэтому, говоря о сезонности… Александр, согласен? Да, я согласен. Вы же, я так понимаю, один из старожил вообще туристических. Из старожилов туристических. Советского туризма. Еще советский. Да? С ума сойти. Советского, пожалуй, уже. У нас в России туризм моложе, чем… Как раз Россия уже. А, то есть еще… Государство России уже. Ну, понятно, понятно. Я согласен, совершенно верно, да. И то, что подготовка была такая основательная. Операторские компании участвовали во многих выставках, допустим. Вот мы в этом году участвовали и в Берлинской выставке, и в двух московских международных выставках, и в Казанской выставке. Вот еще предстоит участие в нашей, Алтайской выставке. Ну, это как бы часть подготовки. Это часть подготовки, да. Непременная часть, обязательная часть программы по подготовке вот к туристическому сезону. Потому что, часто, знаете, я просто в печати встречался с таким мнением, да зачем это вот участие, это бестолковая трата бюджетных денег, или бизнес ездит, все это ненужно, и вообще, и так нас знают. Ну, по-моему, мировой опыт показывает, что обязательно турфирмы или туристический потенциал должен быть презентован или представлен где-то на каких-то форумах. Ну, правильно, да, я так понимаю? Правильно. Совершенно верно. Хорошо. Отели, я продолжу. Отели готовят инфраструктуру, они готовят ее круглый год, несмотря даже на то, что есть, конечно, сезонность определенная. А туроператоры, как дистрибуция, если они перестают пользоваться теми каналами, которые традиционны, и, может быть, те, которые современные, начиная от соцсетей и заканчивая там новыми технологиями, если они не продвигают этот продукт, то отели остаются с недозагрузкой. Конечно. Поэтому это такой нужный симбиоз, можно сказать. Мы немножко, так сказать, коснулись части прогноза, да, каким будет туристический онлайн. Ожидается ли рост турпотока? И по вашим оценкам, для меня вот, кажется, принципиально важный вопрос, а стоит ли вот бесконечно прибавлять нам в этом объеме туристического потока 2 миллиона, 2 миллиона 100, 2 миллиона 200 еще через год. Это, мне кажется, путь такой экстенсивный, а нужно ограничивать турпоток, но чтобы люди больше оставляли денег здесь. То есть вопрос ведь не в количестве туристов, а в количестве денег, которое край зарабатывает на этих туристов. Вот как, Татьяна? Я, с одной стороны, с вами соглашусь о том, что период экстенсивного роста, он уже пройден. То есть ни у кого нет цели наращивать турпоток. Это же давление на экологию и на всю инфраструктуру, нужно дороги строить, это столько трат. Нет, даже не в этом дело. Отели продолжают строить, номерной фонд. Соответственно, рост турпотока будет. Но он будет не таким, как раньше было, там 15-20%. Предельный рост это 3-5% в год. И только из-за того, что на самом деле отельная база совершенствуется и увеличивается. Она становится круглогодичной. Вспомните, у нас были летние деревянные домики, но какой на них можно показать турпоток? Только полтора месяца. Сейчас строятся отели, в которых круглогодичная загрузка. Я не напоминаю про Белокуриху, который тоже интенсивно строится. Но, тем не менее, есть такие точки роста, которые дадут рост турпотока. Это объективно. Не нужно пугаться того, что, к примеру, у нас год назад рост составлял 10-12-15%, а в этом году он составит 3-5-7%. То есть это, в принципе, это нормально. Это нормально. К этому нужно стремиться. И я поддержу вашу мысль в том, что сейчас мы говорим не об экстенсивном росте турпотока, а о очень четкой дифференцированности и, может быть, большему вниманию к целевым группам. Например, когда мы говорим с вами о Татарстане, вы уже сказали, это денежный регион, который поедет к нам сюда и будет пользоваться услугами в большем объеме, потому что заработные платы у них выше. Выше, чем у наших соседей. И вот, может быть, мои коллеги подтвердят, когда в Казани подходили обычные туристы и спрашивали, у нас же цена начинается с чего. Ну вот, 500-600 рублей, они говорят. А что у вас есть? 3-4 звезды. Соответственно, уровень спроса у татарского потребителя, он выше. Поэтому, когда мы говорим о целевых группах, нужно обязательно идти в те регионы и туроператорам, и средствам размещения, где есть высокая доходность у населения. Второй еще один вопрос. Да, закончу. Это тогда, когда у нас сейчас отели и туроператоры уже настраиваются на определенные целевые группы. Допустим, семьи с детьми. Мы с вами понимаем, когда родитель едет с ребенком, он тратит больше денег. Соответственно, в потоке, турпотоке роста нет, но есть объем услуг и есть налогооблагаемая база с этих услуг. Поэтому заинтересованность в потоке, в объеме может быть не такая высокая, а вот в том, чтобы он был более денежноемким, конечно. Елена, а с вашей точки зрения, что нужно сделать и краевой власти, и, может быть, алтайскому турбизнесу для того, чтобы повысить капиталоемкость туристической отрасли здесь у нас, чтобы больше оставляли денег приезжающие сюда и туристы, отдыхающие? — Ну, если говорить о власти, конечно, наверное, это первые такие крупные инфраструктурные изменения, которым не под силу поднять просто бизнесу. Ну, это такие, как дороги, либо какие-то коммуникации, возможность интернета, так как у нас все-таки сегодня основной поток активных людей, которым зона Wi-Fi требуется вообще везде. — Ну, это сейчас, кстати, немаловажный вопрос. А есть в гостинице Wi-Fi? — Да, это почти что один из первой пятерки вопросов. — Это же за границей не везде Wi-Fi есть. — Что касается, допустим, предприятий бизнеса, которые локально находятся на месте, то, конечно же, мы выявили такую небольшую проблему о том, что между собой, к сожалению, базы мало общаются. Например, допустим, человек сейчас уже не хочет просто поехать, купить себе проживание, сидеть на базе, никуда не выходить. Ему нужны развлечения. — Второе, все-таки, это питание, по-моему. Вот гостиница комфортная, потом питание на втором месте, потом уже развлечение, да? — Питание — это основа. — Основа, да, да, я так думаю, да. — Ну, поэтому мы это даже как бы не говорим, потому что это должно быть. — Это обязательное условие, да? — На сегодняшний день должно быть комфортное, чистое, благоустроенное размещение, ну, соответственно, питание, выбор питания, да, не только там, кто-то, наоборот, например, хочет отходить сейчас от комплексных обедов и ужинов, уже это неинтересно. Кому-то, например, интересен, там, а-ля карта или, возможно, самим приготовить. То есть, вот, получается, что идут инфраструктуры изменения даже среди средств размещения. — Даже есть такие, которые хотят сами готовить, да? — Конечно, конечно. — Да, это интересное вещь. — Это особенно касается, там, допустим, компаний. — Коттеджи. — Да, коттеджи, компания, куда люди сажают. — Ну, понятно, да. То есть, рыбалка и тут же охота, может быть, или просто... — И, возвращаясь к семейному отдыху, то есть, многие снимают дом, и надолго это, может быть, коттедж благоустроенный, а там кухня оборудованная, где можно и погреть для ребенка что-то, и приготовить что-то, и тут же площадка барбекю, где можно пожарить, потому что на... — Понятно. Александр, вы, как вот работник туротрасли уже с 25-летним, как мы выяснили, стажем, с вашей точки зрения, чего не хватает нашей туротрасли, вот, ну, с точки зрения привлечения внимания туристов, отдыхающих, приезжих. Где мы проигрываем пока? Где у нас слабые места? — Слабое звено, что теневой турбизнес, очень много гидов и фирм, которые не зарегистрированы, не платят налоги, особенно в таком низком сегменте. — То есть, они могут, имеют возможность демпинговать, сбивать цену и так далее. — Да, конечно, потому что многие из них даже не имеют своего офиса, нигде не зарегистрированы, не платят налоги, повторяю. — Поэтому вот это серьёзное конкуренцию составляет легальным туроператорам. Вот здесь нужно навести порядок. Каким-то образом помочь тем компаниям, которые занимаются автотранспортными услугами? Потому что парк наш автобусный оставляет желать лучшего. Очень мало комфортабельных автобусов и свежих автобусов. Поэтому вот власть в силе каким-то образом там какое-то субсидирование, понижение процентной банковской ставки и так далее. — То есть, это как системные вопросы как и федерального уровня, так и вопросы, которые можно решить здесь на местном уровне. Местные власти, региональные, даже местные, может быть, могут решить часть проблем, о которых вы говорили, да, я так понимаю. Ну, кстати, если говорить о властях, мы вот, у нас развивается в Республике Алтай, в Горном Алтае, туризм достаточно бурно, в Алтайском крае развивается туризм. Ну, как-то у нас уже десятилетия, наверное, развиваются обе отрасли в двух соседних регионах, близких достаточно, да, и традиционные, и... Ну, как-то отдельно, параллельно, вот с вашей точки зрения, объединение этих усилий и бизнеса, и власти могут дать какой-то результат? Ведь зачастую останавливаются в одном регионе, отдыхают в другом или как бы путешествуют и там, и здесь. — На самом деле, для туриста это вообще разницы нет, они едут просто на Алтай, им не важно, это Алтайский край, территория, да, или республики. Вот, но это, конечно, больше такой, знаете, политический вопрос, мы на него повлиять не можем никак. Со стороны бизнеса мы идем, ну, скажем, вернее, находим пути пересечения наших интересов, да, с республиканскими компаниями. — Да вы работаете всегда, по-моему, и работали, никаких границ не было. — В прошлом году даже, ну, скажем, мы пошли на такую политическую вещь, что было заключено соглашение между Алтайской региональной ассоциацией туризма и ассоциацией туризма Республики Алтай как раз-таки по вопросам взаимодействия, в частности, по гидам-экскурсоводам. Ну, потому что сейчас нас входит в силу закон об обязательной аттестации экскурсоводов, и мы, ну, скажем, пошли на такие меры для того, чтобы нам в единой форме аттестовывать экскурсоводов, которые работают на обеих территориях. Вот, по нашему мнению, это такой уже хороший шаг как раз. — То есть и в этой сфере тоже государство взялось наводить порядок, я-то, насколько я знаю... — Да. — Да, ну, тем не менее, государство на государственном уровне, наверное, тоже порядок наводят. И, насколько я знаю, с гостиницами тоже сейчас вот эта классификация с этого или с будущего года начинается. То есть вот это вообще... Нужен вообще порядок наводить. — Аттестация гидов, экскурсоводов, конечно, все необходимое. — Вот вы, кстати, как раз правильно говорили. — На цивилизованные рельсы нужно все ставить. — Понятно. — Это турист в первую очередь. Что это вопрос безопасности, вот о которых все замалчивают. — Качество услуг, безопасность. — Потому что если посмотреть, допустим, в интернете по поводу отзыва по вот этим компаниям, конечно, можно найти вообще просто какие-то совершенно невозможные вещи, которых нельзя вообще допускать. — Вот, вы знаете, сейчас у нас достаточно активно в Барнауле развивается проект «Барнаул-Горнозаводской город». Его, в частности, рассматривают как возможность дополнительного привлечения туристов, ну, чтобы они хотя бы на день, на два дополнительно задержались в Барнауле. То есть, опять же, то, о чем мы говорили, чтобы оставить денег здесь немножко, в том числе и в краевом центре. Ну, зачастую необоснованно или обоснованно подвергают критики и СМИ, и общественники этот проект. Вот с вашей точки зрения, как сторонних наблюдателей, как непосредственных участников, как этот проект реализуется? Успешно? Или есть какие-то проблемы в его осуществлении? — Ко мне вопрос, да? — К вам, да, сначала. — Я могу оценить это только как потребитель. Вот, допустим, выходные у нас было теплое время, да, столько людей, которые гуляют по Молотобольской, я не видела давно. И понятно, что улица Молотобольская, как пешеходная зона, была бы невозможна без инфраструктурных вложений. Мы с вами помним, что такое ливневка в этой части города. И я вспоминаю, что однажды... — Тут там не ливневка, а там ее полное отсутствие, по-моему. — Конечно. Из бизнес-инкубатора в один из дней нельзя было просто выйти. Сейчас, несмотря на то, что у нас всякие случаются ситуации, спокойно по пешеходной зоне можно ходить. Минус, который точно для меня существует, как для потребителей, и я не понимаю, это как туристский центр Алтайского края, тот, который занимается продвижением. Почему нужно, вкладывая в инфраструктуру, долго ждать для того, чтобы все это нарастало какими-то интересными событиями, объектами, продвижением и так дальше. То есть не дожидаясь, когда закончатся инфраструктурные вложения, уже сейчас можно наполнять жизнью этой улицей. — То есть инфраструктура — это как каркас. — На этот каркас, на этот костях должны нарастать мышцы. Магазины, кафе, какие-то забегаловки, я не знаю. — Ну вот про забегаловки, наверное, не совсем формат. — Как иностранцы говорят, place to see, да, по-моему, места, чтобы посмотреть, посетить что-то. — Поэтому мне кажется, не нужно ждать, пока все вложения будут туда произведены, и все дойдет до идеальной картинки. Уже здесь и сейчас нужно этим заниматься. — Ну у нас и на горный парк там примухаешь, там тоже, по-моему, достаточно места. Ну вы как бизнесмен, вы, наверное, ходите, у вас глаз загорается, а вот здесь можно было это сделать. А вот здесь это открыть не возникает, вот таких вот чувств. Я имею в виду территорию вот этого кластера, горнозаводской город. Бываете же там, видите? — Ну видите, мы-то все-таки немножко в другой сфере. Мы больше, наверное, в сфере оказания услуг. Ну скажем, на мой взгляд вообще… — Ну просто как гражданин. Я вот хожу, я знаю, вот здесь вот нужно было бы кафе. А вот тут, извиняюсь, общественный туалет сделать, которого ни одного нет для туристов. А вот здесь может быть какой-нибудь магазинчик. — А вот здесь вот кислород, помните, вот этот зонок, который у нас на Льва-Толстой? — Да, да, да. Ну кислород открыли уже, молодцы, сделали. — Есть инициативные люди. Сейчас задача просто найти этих людей, просто выслушать их, понять их проекты, где-то помочь, а где-то просто не мешать. А где-то просто их сформировать в некий, ну, понятный пол и предлагать. Вот, допустим, пример праздников, да, то есть когда мы говорим про алтайскую зимовку или цветение моральника, это же очень много инициативных людей, которые здесь и сейчас в одномоментно что-то делают. Например, на водном мире проходит апрельский кураж, собирают очень много людей, и не только тех, кто заинтересован там в джиппинге или автомотоспорт, это зрелище, да. В этот же момент там же могут быть парапланы, да, а на Молотобольской могут быть, ну, улицы искусств, которые можно пока сейчас не вкладывать. — Да, художники какие-то, да. — Конечно. У нас очень много этих людей. Они вот собираются где-то около театра драмы. Непонятно как. Почему они не собираются на Молотобольской? Значит, просто их нужно взять... — Погрузить и перевести. — Ну, это радикально, да? Ну, по крайней мере, поговорить с ними. — Александр, а вы как считаете, вот что нужно сделать для того, чтобы действительно, ну, вот эти улицы обустроенные, красивые, с фонарями, плитка, там даже как... Ну, чтобы они ожили, действительно, жизнь какая-то. Ну, не как, может быть, на Арбате, там уже традиции глубочайшие, да, а ну, хотя бы что-то появилось к лету. — Карлов мост. Просто играет скрипач, да? — Ну, Карлов мост — отдельная песня, да. — Ну, сколько у нас людей, которые, ну, занимаются этим, и проекты улиц искусств, их много. — Да, картинки продают. — Конечно, и картинки продают, и перфоманс какой-то, и театры, и музеи, они могли бы выходить сюда к людям, а люди идут, поток есть. Вы просто посмотрите на него. — Александр, главное, что администрация сделала всевозможное, чтобы вот вложить вот эти деньги, да, государство помогло, конечно, федеральные деньги пришли хорошие, ну, а теперь уже слово за рынком, потому что вот основу создали, а теперь уже предприниматели сами уже будут, если у них будет интерес, они будут открывать кафе, и ремесленники будут сюда стремиться. — Вы оптимист, вы считаете, что, как там говорят, были бы кости, а мясо нарастет, если мы такими категориями… — В этом плане да, но все же я пессимист в том плане, что Барнаул не Москва и не Питер, и если мы даже наведем порядок, что мы там все сделаем, до умады ведем, что люди будут задерживаться там на нас на двое суток, на трое суток. — Барнауле. — Да, думаю, что все равно одного полного дня Барнауле достаточно, чтобы посмотреть все самое основное и самое интересное. — Нужно, ну, создавать потребность. Это тяжелее, чем просто рассказывать о том, что можно поехать в горы. Нужно создавать потребность. Вот я простой прямой мер приведу. Шесть лет назад, когда мы с вами говорили про фототуры, а это тоже одна из специфических тем, фототуры делали два человека, насколько я помню. Это был Александр Провоторов и Андрей Кочкин. Все. Сейчас любой фотограф, любой туроператор на цветение моральника как созерцание, как событие, не только праздник, но и как раз поехать в горы, сделать классные фотосессии с цветущими горами делают практически все. То есть, ну, пальцев рук уже не хватает, как эта тема развивается. То есть, нужно создавать определенную тягу к чему-то, к каким-то интересным направлениям. Я уже не буду говорить про мою любимую тему событийный туризм, но одна из тем Алтая — это гастрономия, куда можно в Барнауле остаться на несколько дней. — Татьяна, кстати, насчет событийного. У нас уже время истекает, мы вообще катастрофически уходим за рамки. Но, тем не менее, коротко, не могу вас не спросить о вашей любимой теме, как вы сказали, о событийном туризме. Этот туристический сезон — самое главное событие, которое могут привлечь внимание туристов, может быть, из-за пределов края. — Вы просто оставите перед сложную задачу. — Ну, на десерт самое сладкое, что называется. — Я все-таки, наверное, пошла таким путем. У нас календарь событий очень большой. — Я знаю, может быть, самые такие, как вишенки на торте. — Да, а когда я говорю с вами, как с потенциальным туристом, я спрашиваю, а что вы хотите? Вот если, например, семейный отдых, семейный отдых... — Чтобы было клево, чтобы было интересно, чтобы весело было. — Познавательно будет точно на Шукшинских. Если мы говорим про семейный отдых так, чтобы совместить это с купанием, это, конечно, все мероприятия, которые проходят на Соленых озерах. — Соленые озера — это туда, Степной Алтай, Колумба, Завьялово, Яровое, Гуселетово, Романовский район. — Если вы человек, который в таком возрасте, когда хочется тусоваться всю ночь, это, конечно, Алтай Пэлэс. — Ну, это точно не ко мне. — Алтай Пэлэс Фэст и очень много мероприятий, которые... — Алтай Пэлэс Фэст — это сибирская монета. — Это сибирская монета. На сибирском подворье будет много мероприятий. И Алтай Фэст, о котором сказала Елена. И, конечно же, будут мероприятия, которые гастрономические, маленькие, сельские. Вот едете вы с семьей куда-то, да, а заехать, допустим, в Куиган или в Макаревку, попробовать там и посмотреть в глаза тому человеку, который делает эти сыры, попробовать, послушать их говорок — это тоже отдельная тема. То есть мне кажется, что туризм сейчас, он, наверное, все-таки подпотребителя. Что вы хотите, а у туроператоров есть возможность вам из вот такого перечня целой линейки выбрать. — Так, коротко завершаем. Участники, в режиме БЛИЦа все-таки перспективы оцениваете наступающего туристического сезона с каким настроением? — Я человек, который работает в туризме, и говорит, что невозможно без позитива этой деятельностью заниматься. — Да, совершенно точно поддерживаю. Хочу сказать, что, наверное, сейчас как раз мы находимся на том этапе, когда мы как раз количество уже переводим в качество больше. — Замечательно. Александр, ставьте жирную точку, как ветеран. — Я в целом оптимизм, оптимист в душе, и поэтому, если нам не помешают природные катаклизмы… — Ну, будем надеяться, молить небесную канцелярию. — И что-нибудь еще в политике очень серьезное, то все будет хорошо на Алтае. — Ну, тут политика — это не небесная канцелярия, моли-не-моли, тут биоактивный характер события носят. Ну, спасибо гостям, что пришли сегодня на наш разговор. Мне кажется, очень важный преддверие открытия туристического сезона. Ну, в заключении буквально два слова. Алтайский край — один из несомненных лидеров области туризма. Факт этот бесспорный и не обсуждается. Перспективы развития туризма в край огромны, а туристический потенциал далеко не исчерпан. Однако очевидно, что туристическая отрасль, как мы сегодня пришли к единодушному мнению, вступает в новый этап развития, когда важным становится не сколько к нам приезжают людей, а сколько они привозят и оставляют в край денег. То есть, во главе угла не количество, а именно качество. Будьте здоровы, отдыхайте с пользой и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова